Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Культ Просвет. Сегодня наша беседа посвящена, опять же, теме истории, истории 20 века Латвии. В то же время мы опять возвращаемся к миру книг. Интересно, что наша передача через неделю будет посвящена книжному дизайну и новому сборнику. А сегодня получается, что с помощью театра книга возвращается как тема, потому что сегодня мы говорим о новом спектакле, и в связи с этим у нас, по сути дела, сегодня есть возможность заглянуть за кулисы готовящегося представления. Спектакль «Грамота Зиме», иными словами, книга-знак. Вот что мы услышали и увидели об этом спектакле в публичном пространстве. Спектакль рассказывает об одной семье, для которой 1974 год оказался роковым. Причиной стало то, что они прятали запрещенные книги. Далее расскажут наши гости сегодня Лена Шмуксте, актриса, режиссер этого спектакля, и Яна Лисова. Актриса, известная, возможно, многим нашим радиослушателям по пьесе «День рождения Тани». Она как раз исполняет эту роль, роль девушки, которая находится в семье, которая разделена в какой-то степени историей 20 века. Уважаемые радиослушатели, вы приглашаете сегодня, как всегда, к нашей беседе. Вы ее постоянные участники. Мы ждем ваших комментариев, ваших размышлений на тему истории 20 века. И, может быть, в вашей семье тоже есть рассказы о том, как вы прятали книги, как вы пытались сохранить запрещенные тексты, что получилось и чем-то вам грозило. Телефоны нашего прямого эфира следующие – 6721-2939 и 6721-3939. Вы также можете оставлять свои комментарии и размышления на WhatsApp и SMS по телефону 2061-91. 2061-91. И наша беседа сегодня технически возможна благодаря моему коллеге, звукорежиссеру Родиону Золотареву. Лена, я бы хотел начать нашу беседу с вашей реплики, с ваших размышлений. Скажите, почему тема запрещенных книг, книг, которые скрывали, пытались сохранить, спасти от уничтожения, почему эта тема стала для вас важной, почему вы решили создать, насколько я понимаю, свою дипломную работу, как режиссер, именно в связи с тематикой истории 20 века в Латвии? Ну, я немножко начала работать в большой библиотеке в Национальной. Там была выставка. Выставка. Да, выставка. Лутерс Пагрезинц. И там я познакомилась с Ингой Сургундой, с которой я начала работать, разговаривать о теме, про книг. Я ей говорила, что я бы хотела сделать спектакль, который был бы спектакль ощущений. Да, извините. Спектакль ощущений. Да, спектакль ощущений. Начали говорить. И там выставка, которая всё время находится, называется «Грамота. Латвия». И я ходила по этой выставке, смотрела, об чём бы делать спектакль. И думала, если в библиотеке делать, значит, надо делать что-то про книг. Ну, взять книгу, рассказать, ну, мы можем прочитать, ну, или сделать спектакль. Как-то думала, думала, что в наше время означает всем книга. По-моему, книга – это культура, это что-то для каждого очень важное. И в наше время мы можем купить в магазине, в интернете, прочитать, в библиотеке взять. Ну, как-то я нашла идею про книг, которых нельзя было читать, которые были запрещённые. И так я, как бы, наступила на эту тему запрещённой книги в Латвии в советское время. Хорошо. Вы нашли эту тему, она оказалась для вас важной. Важна ли она для вас и в контексте, может быть, вашей личной истории, вашей семьи? Или же это, скорее, была, скажем, попытка ознакомиться с историями других в вашей семье? Попытка познакомиться с другими историями. Потому что, я не знаю, моя мама или папа прятали, не знаю, я сейчас не попросила их. Я знаю, что Вирза был у нас дома, теперь я узнала, что его нельзя было читать. Но он был у нас дома, никто не говорил, что его нельзя читать. Потому что я не знала, что есть такие запрещённые книги. Да, и мне просто интересно. Сначала, вообще-то, мне было интересно, как прятали книги. И только потом, когда я узнала историю одной женщины, про которую у нас этот спектакль, только тогда я немножко поменяла тему, что это будет про запрещённые книги, а не про то, только как прятали. Мне сначала интересно было, как прятали, где прятали, почему прятали. И что, ну, так начала искать, искать, искать. И, конечно, пришла к этой теме. Очень много вопросов вы сами сейчас задали. Мы вернёмся к ним. Яна, я бы хотел обратиться к вам с вопросом. Вы приняли решение участвовать в этом спектакле. О форме спектакля, о спектакле ощущения мы поговорим чуть-чуть позже. Что значит для вас книга, которая запрещена, спрятана, тайная, нелегальная книга, опасная? – Видите ли, ну, я не жила, да, в это время, когда я не могу это почувствовать и разделить это чисто лично, искренне эмоционально. Но я могу поделиться историей. Я очень вдохновлена и тронута рассказами мастера Рижского русского театра Якова Абрама Чарфальсона, потому что книга в его жизни занимает почти что самую главную роль. И его рассказы меня очень тронули. И на этом фоне я понимаю, насколько это может быть человеку, как сказать, его, ну, если нет книги, нет его. Ну, я не могу, вот, про себя говоря, представить такое, что для меня книга на данный момент являлась бы каким-то таким вот роковым моментом или вот там решается моя жизнь. Ну, как бы это... Поэтому как-то понять это время этих людей, и поэтому это прекрасная возможность пуститься в такое путешествие. Да, потому что если люди были готовы жертвовать своей семьёй, своими детьми, чтобы сохранить книгу, потому что книга – это источник правды, морали, когда вокруг её нет. Это единственная, как бы, последняя соломка, за что держаться, и где, вот, как бы, это зеркало моей культуры. Кто я? Вот какой-то паспорт меня. Поэтому так масштабно я могу только вот как-то восхищаться этим. И да. Что ж, можно сказать, слава Богу, что вы не жили в этот период. С другой стороны, воспоминания вашего коллеги, конечно, это и слепок конкретной эпохи, потому что мы хорошо знаем, что XX век с множеством цензур, запретов, репрессий создал такую атмосферу, плотную атмосферу страха, что почти у всех есть истории, так или иначе. Они могут быть близки нашей семье, или же могут, скажем, быть случайными историями. Но мне известна история, когда человек столь ярко переживал свой страх, столь острым он был, что вырывались все титульные страницы, где было указано издательство и год издания, потому что издание, скажем, конкретного словаря было напечатано ещё в период Ульманиса, и боязнь обысков, арестов в какой-то степени сыграла такую роль, что человек уничтожал в какой-то степени эти книги, чтобы их сохранить, потому что, в принципе, это, с одной стороны, акт вандализма, когда мы вырываем страницы из книги, с другой стороны, это была попытка каким-то образом спрятаться от возможных преследований. Другая история была прочитана мной во время подготовки монографии о Карлисе Ульманисе. Это были мемуары одной латышской коммунистки. Она до конца своей жизни, в середине 70-х, оставалась убеждённым коммунистом, считала, что коммунистическая партия – это нечто святое и безвинное, виноваты только конкретные люди. Её супруга арестовали, скажем, в южных губерниях Советского Союза, где он был красным директором. И в 1938 году это происходило в разгар репрессий. И во время обыска в протокол было занесено, что в доме хранятся книги, теперь, внимание, на буржуазных языках. А речь шла о воспоминаниях сестры Ленина на немецком языке. Как бы немецкий язык, любой язык в этот период становился классовым языком. Таким образом, немецкий язык, по какому-то стечению обстоятельств, стал буржуазным, тем самым как бы это прикрепили к его возможной вине. А тогда понятно, что было легко стать и японским шпионом, и немецким, и так далее. Так вот, столько разных историй. Возвращаясь к спектаклю, я понял, что в основном вам обеим именно интерес к этому явлению, к сохранению книг, к тому, как их прятали, стал импульсом для создания спектакля. Я думаю, что нам стоит, может быть... А, вот у нас появились и звонки в студию, надеваем наушники. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Когда люди прятались сознательно, это говорит в их пользу. А вот как понять, когда после Атмада из библиотеки, сама видна, из центральной библиотеки, русские книги крузовиками увозили на свалку, закрывали библиотеки, выкидывали книги. И не только русские, но выкидывали книги на латышском языке, которые написали советские латышские писатели. Вот как вы к этому относитесь? Спасибо большое. Сложный вопрос, который я тоже хотел задать, может быть, во второй части нашей программы, но наша радиослушательница меня опередила. В результате, да, на самом деле вопрос, ведь со сменой книги становится жертвами смены режимов. И режим я сейчас имею в виду, скажем, самое нейтральное значение этого слова. Смена, условно говоря, политической власти. Что, как вам кажется, чем подобные, скажем, вот вывозы или смена режимов может грозить? Иными словами, ведь, может быть, мы могли бы сохранить и часть того прошлого, которое нам нелицеприятно. Что вы скажете? Ну, мне вообще кажется, что книгу выбрасывать или что-то с ней делать, там, сжечь или все равно, что делать, это все равно, что там бы было написано. Это неприемлемо для меня. Мне кажется, это больно. Там кто-то работал над ней очень много, сидел, думал. Да, ну, я думаю, что это для меня неприемлемо. Зачем они так делали? Не знаю, надо было, наверное, вычистить все, что-то новое поставить или старое вернуть обратно. Насколько я знаю, что оставляли всегда два-три экземпляра. И в одном и в другом режиме всегда как бы то, что не надо, не соответствует времени. Ту литературу уничтожает, но даже самую-самую ненужную, как бы врага надо знать. Поэтому там два-три экземпляра всегда оставляли для истории. На самом деле, я думаю, что имеет смысл сказать нашей радиослушательнице о том, что и сейчас можно найти в Национальной библиотеке и работы Ленина, и работы Сталина, и те же книги Брежнева. Неважно, писал он их сам или кто-то писал ему его биографии. Но в любом случае, это уже как бы исторические материалы. Возвращаясь к вашему спектаклю. Какова концепция? Материал. Это в основе спектакля лежит пьеса. Пьеса, насколько я понимаю, нет. Вернее, она была создана как драматизация чего-то неожиданного. О чём идёт речь? Да, это документальная история одной женщины, которой теперь уже за 40. И она рассказала историю обо своей семье. Ей тогда было в 1974 году 4 года. Она этот день помнит, ну, как бы... Как сегодня. Как сегодня. Хотя бы ей было только 4 года. Она рассказала, что в её дом рвались люди, которые начали разгромлять квартиру, книги искали, всем сказали замолчать. Папа её держал за руку так сильно, что ей казалось, он сейчас сломает. Мама стояла, хотела что-то ещё сказать. Ей сказали, заткнись. Да, ничего не нашли. Ушли. Потом папу арестовали, увезли на 2 недели. Никто не знал куда, что случилось. Отвезли его в КГБ, да, в Пруске, Чаккос. Да, да, КГБ, да. Там вырвали ногти. Остался без ногтей. В 1974 году. Да. Электрик, который работает. Электрик, да, работает. Да. Ну, потому мне казалась эта история... Я не могла поверить, что это случается из-за книг. Я ей спрашивала, а может, что-то папа другое делал, но книга была как бы имасл, причина. Но нет, она спрашивала, что он ничего такого не делал. Но я спрашивала, он, папа, ну, прятал книги? Она говорила, да, прятал. Прятал. Но не нашли. Не нашли, да. А что он прятал? Он прятал, я не знаю, как по-русски, дзиесму грамотас. А, сборник церковных песен. Песен, да. Ну, такие латышские книги, которые... Иными словами, это псалмы, которые поются во время послужения. Да, он в холодильнике прятал в свесть... В масле. В масле, да. Кусок масла и в морозилку, а в этом куске книга. Иными словами, это была религиозная семья, которая таким образом как бы подпала под преследование. Я не знаю, религиозная или нет. Там другие тоже книги были, не только. Ну, что я помню, что она рассказывала, да, эти маленькие... Главное, что они делали, маленькие книги такие прятали, чтобы... Ну, труднее было бы найти. Там в бойлере прятали, папа там был полки сделал, внутри там... Да, такие всякие виды, как прятали. Но во время обыска ничего не нашли? Нет, не нашли. Ну, им было, наверное, кто-то рассказал, что... Донес. А чем закончилась эта история? Вы сказали об этой ужасной пытке, которую он пережил. Ну, его выпустили, никто ничего не нашел. Человек не может работать электриком, об этой истории ничего не рассказывает. Даже дома про это не говорил ничего. Только сейчас, пару лет назад, папа немножко начал рассказывать. У нас есть еще один звонок. Давайте его примем, надеваем наушники. Добрый вечер, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, вот я слушаю ваших гостей, которые говорят, что мы тогда не жили, так сказать, мы все знаем. Я вот тогда жил, то, что вы рассказываете... Нет, ну, мне кажется, никто не сказал, что все знает. Просто сказали, что не жили. Я думаю, вы несколько несправедливы к нашим гостям. Вот даже спектакль по этому вопросу делаете. Вот я тогда жил, да? Вот то, что вы рассказываете, это для меня научная фантастика. Я любые книги читал, которые только хотел. Даже вот один день Ивана Денисовича был напечатан в 1961 году. Вы представляете? Один день, это не какие-то там молитвы, а Солженицына печатали. А вы говорите, там ногти вырывали. Назовите фамилии, у кого КГБ вырывало ногти. Конкретно. Вы научную фантастику, понимаете? Рассказываете. Скажите, а почему вы считаете, что это научная фантастика, если, может быть, если вы слышали, в основе спектакля лежат воспоминания человека, который присутствовал при этом обыске? Вы позовите фамилии этих людей, у кого ногти вырывали. Я не знаю, что касается защиты персональных данных, может быть, она не хочет... Да, мы не будем говорить фамилии. Но... Завидите, пожалуйста, людей, которые в КГБ вырывали ногти. Опять же, насколько я понимаю, девочка осталась дома, арестовали только отца, поэтому она не может опознать никого, потому что ее не... А я тогда жил и читал все эти книги. И такого не было. Хорошо, с вами это не произошло, это, возможно, произошло с кем-то другим. Вы не подразумеваете, что это могло произойти? Вы знаете, нужно отличать, например, вот то, что вы рассказываете, так сказать, про книги. Есть государственная политика, есть книги, которые печатаются в соответствии с политикой государства, а есть книги, которые не печатаются. Хорошо. Это совсем другой вопрос. Спасибо большое за ваш комментарий. Но вы это дело искажаете совсем в другой пост. Спасибо большое, благодарю вас за комментарий. Спасибо. Ну вот видите, какая эмоциональная и интересная реакция на ваш комментарий, на историю ареста и, по сути дела, пытки. Будем называть вещи своими именами. Интересно, мне кажется, может быть, вы хотели бы покомментировать звонок ради существования? Да, я знаю людей, которые тоже говорили, что они читали книги, никто им ничего там не преследовал, ничего, были, отделились книгами. Ну вот мы взяли такую историю, что эта история мне казалась очень интересной. Может, это 1% из 100% что-то такое было, но это наше право брать такую историю и про её рассказывать. Почему не рассказывать? Да, вы решили рассказать одну версию из множества. Да, из множества. У нас был только что один звонок. А, вот сейчас посмотрим. Да, вот ещё один звонок, надеваем ножники. Добрый вечер, пожалуйста, вы в эфире. А я поддерживаю ваших собеседниц, потому что Булгакова мы, например, читали по ночам, передавали друг другу копии, сделанные на ксероксе. Да, слышали и читали о таких историях, да. Да, да, да. Если он не знает ничего, жил, как, я не знаю, в тумане или что, так и не надо тогда обвинять. Нет, ну это была его версия. Да, это теперь ваша версия. Может быть, вы могли бы коротко сказать, а как вы прятали книги? Ну как, вот на заводе, например, давали, я не прятала, но вот мне даже Булгакова сказали, Жанна, что ты должна прочитать. Утром я приносила, передавала другому. И на списках, на копиях мы читали. А мы много чего не знали, что КГБ сделала. Поэтому не надо вот так обвинять человека и говорить, какая фамилия. Благодарю, спасибо. Спасибо вам большое. Вы видите, какое разнообразие царит в наших дискуссиях. Да, интересно. Это про книг. Мы разговариваем про книг. Мы продолжим нашу беседу о спрятанных, запрещенных книгах буквально через несколько минут, когда вернемся снова в студию. Добрый вечер. Мы вернулись в студию. Напомню, это программа «Культ просвет». Сегодня в гостях у нас очень интересные собеседницы Лена Шмукстая, актриса и режиссер. Режиссер, которая предложит вскоре нашим зрителям спектакль «Книга. Знак» и Яна Лисова, актриса, которая участвует в этой будущей постановке. В первой части нашей беседы, если вы следили, у нас была очень интересная дискуссия на тему того, кто что делал или не делал, прятал книги или не прятал, кто-то открыто читал запрещенные книги, кого-то по рассказу одной женщины основе которой создан спектакль, ее отца пытали, и это та версия, которая будет предложена в вашем спектакле, и параллельно с ней существует множество других. И как только мы снова вышли в эфир, опять появились звонки. Давайте дадим возможность нашим радиослушателям сказать свое слово. Добрый вечер, пожалуйста. Добрый вечер. Я работала одно время в библиотеке, и время от времени от главлета приходили такие разнарядки об уничтожении книг авторов, которые, допустим, напечатали, которые писали не то, что следовало, или они эмигрировали. Ну, допустим, Довлатова, Аксионова и так далее. Книги эти надо было изъять и уничтожать. Уничтожить. Ну, я кое-какие там книги припрятала, правда, и читала. Простите, что прерываем. У нас вот здесь коллекция технологий, как можно прятать книги. И как вы их прятали? Я не прятала. Понимаете, я кое-что принесла. Принносили домой. Положила. Ну, слава богу, никто ко мне с обыском не являлся. Я так это не афишировала, что я кое-что там взяла, вот, а не уничтожила. Ну, вот так. Скажите. Я хочу свидетельствовать о том, что действительно эта история была возможна в то время. Спасибо. Скажите, а Солженицына тоже приходилось уничтожать? После его эмигрирования? Что вы говорите? Солженицына тоже приходилось уничтожать его тексты после эмигрирования? Солженицына, да. Один день Ивана Денисовича действительно был, и в журнале все это, Новый мир и так далее. А потом он был запрещен. Ясно. Он был запрещен. Большое вам спасибо за комментарий. Спасибо большое. И у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, добрый вечер. Ладен. Здравствуйте, Ладен. Значит так. Я хочу вспомнить, что с 1962 по 1967 год я училась в первом московском медицинском институте. И ночами работала в Утсенской больнице медсестрой. И один мебрак приносил книгу Ивана Денисовича. Один день Ивана Денисовича. И вы понимаете, за ночь я прочитала. Потом книгу он приносил другим. Потом какую-то я вижу, что другое было у меня, он мне вторую книгу принес. И вот так мы читали, все медики прочитали эту книгу. И удивительно то, что никто на него не капнул. Это самое удивительное. Да, большое вам спасибо. Спасибо за ваши комментарии. И так вы видите, или слышите скорее, что наши радиослушатели очень отзывчивы сегодня, но нам необходимо уделить время самому спектаклю, иначе мы за нашей дискуссией забудем тот спектакль, который вы предлагаете нашим зрителям. Скажите, прежде всего, когда, где, во сколько? У нас премьера 12 апреля, пятницу в 18.00 в Латышской национальной библиотеке. Нам укусалось, да? Да, да. Большое рассуждение. Иными словами, наши радиослушатели приобретают билеты. Что с ними дальше происходит? Они приходят в библиотеку, мы их там ждем и завязываем глаза. Вот как? Да. И что тогда происходит с ними? Потом мы их ведем в 1974 год. Иными словами, это своеобразная машина времени, и мы возвращаемся в прошлое. Да, да, да. Как это возможно? Или вы не будете приоткрывать все? Я родилась в 1976 году, и там мало что помню за это время, но это наша интерпретация про это время. Мы людям завязаны глаза, и мы делаем вокруг всякие вещи, всякие звуки, всякие дарбейбас, действия, что нам, кажется, было в 1974 году. Вы пытаетесь реставрировать эту эпоху? Это, допустим, музыка, телевидение? Музыка, телевидение, тексты, ритуалы. И сами зрители могут участвовать в этом, или же они являются просто, скажем, теми, кто воспринимает вот эту эпоху через различные звуки? Ну, вот это и есть то, что интересно для зрителей. мы даем им пространство для воображения, кто они в этой ситуации. Или они книги, или они часть семьи, или просто наблюдатели со стороны? Они как бы сидят всё время, немножко мы им там один раз спрашиваем, чтобы они поднялись, стояли, потом опять... Но мы с ними не разговариваем, но они в полной безопасности. То есть всё не так страшно, потому что наши нетраведливые зрители могут испугаться. Это как смотреть спектакль, просто его не смотреть, но его слышать, ощущать. Мне кажется, это очень полезно взрослому человеку, у которого всё время здесь у него концентрируется в голове всё напряжение, переместить центр внимания хотя бы на слух и воспринимать рассказ слухом. И эта картинка у каждого идёт своя. Я не навязываю, вот этот ребёнок выглядит так, или этот дядя пришёл и поступил плохо. Я это не показываю, я просто даю действие, конкретное действие, и дальше уже человек сам это экранизирует в своём воображении. Это, по крайней мере, просто интересный опыт. Но мне это интересно, потому что моя бабушка и дедушка потеряли зрение во Второй мировой войне, и они никогда не были в театре. И мне казалось, ну как? Как это может быть, что я сама работаю в театре, делаю театр, и они никогда не были. И я увидела, что в Литве есть такой театр осущений, который ведёт Карл Эйнажернита, ей уже много лет. И просто мне было интересно попробовать, что это такое в Латвии. как неизрячий человек может воспринимать историю, которую мы показываем, как бы в театре, да, это театр, только они не видят. И это мы предлагаем и зрячим людям, прийти в спектакль, немножко себя вообразить. Может быть, беспомощным в какой-то степени? Ну да, ты немножко, ну да, и там такой парадокс, что мы закрываем глаза и говорим об книгах, которых нельзя читать. Ну, такие две параллели. То есть эти книги недоступны, скажем, во множественном значении этого слова. То есть они не могут их прочитать. У нас есть ещё один звонок в студию. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый день. Меня зовут Александр. Я хотел бы пожелать успеха в вашей постановке, но я, вот, моё мнение такое, что вряд ли она устроит всех, да, то есть чем дальше мы отдаляемся от этого времени, тем больше, наверное, всё-таки естественных искажений в освещении этих событий. Вот то, что касается меня лично, значит, но я не знаю, я читал запрещенную литературу, самое интересное, что мне за это ничего не было и как-то всё удачно происходило. Первую книжку привёз мой отец, он за границу часто ездил, из Парижа привёз автобиографию, запрещенную, кстати, у нас, автобиографию Евтушенко, это был 65-й год, наверное. Вот. Значит, на курсе, которым я обучался в университете, значит, мы там тоже читали кое-какой сам издат и одну из наших девушек, значит, в угловой дом вызвали, значит, но, понимаете, я не знаю, может быть, у нас КГБ было очень гуманное, потому что то, что там творилось, например, в северной столице и в Москве, наверное, было пожёстче. Но мы видим, что не очень ужина была гуманная. Нет, я вам могу объяснить, значит, с ней просто поговорили и сказали, что читать вы можете всё, что угодно. Весь вопрос, распространяете вы эту литературу или нет? И поэтому, значит, вот то, что мы обменивались, например, там, значит, запрещёнными изданиями, да, только с теми людьми, которым мы полностью доверяли, да, и не было у нас ограничений в получении этой информации. Я знаю, у меня, например, дома были подписки, значит, белоэмигрантских газет, которые здесь выпускались в Латвии, очень много монархической литературы, но я не знаю, вот вы знаете, и я спокойно поступил в ВУЗ и был ещё и членом партии, и мне ничего это не мешало. Спасибо большое. Как будто я жил в параллельном мире. Понимаю, благодарю вас. Вот ещё одна версия, когда человек мог читать запрещённую литературу, а ему за это ничего не было. Таким образом, если мы возвращаемся к самой идее спектакля, опять же, я взгляну на пресс-релиз, здесь говорится о том, что театр проощущений новый и пока не совсем привычный жанр искусства в Латвии. Это театр, в котором вкус, звук, прикосновение играет главную роль, где визуальная сторона теряет свою силу, отдавая всё предпочтение воображению. Почему вы решили выбрать подобный жанр? Ну да, я начал рассказывать про своих... Родственников, да, про бабушку. Родственников, да. И я 12 лет работала в театре, в драматическом театре, и мне казалось, если я учусь на режиссёра, то мне надо попробовать немножко что-то другое. Потому что, ну да, я каждый день ходила в театр, знаю, как это происходит, как делается спектакль. Мне казалось, немножко что-то поменять, что-то другое. И чтобы людям было... Ты каждый день встаёшь утром, бежишь, бежишь, телевизор, интернет, всё мы видим, всё у нас яркое, всё время мы глазами, глазами, мне казалось... И всё доступно. И всё доступно. И мне казалось, может быть, надо сделать такой спектакль, где час люди с закрытыми глазами прислушиваются только к себе и тому, что происходит вокруг них. Иными словами, это возможность для самих зрителей как бы провести какую-то внутреннюю работу над самими собой. И с точки зрения, если говорить о форме спектакля, это, мне кажется, прекрасная возможность взрослому человеку, который знает, что он должен всё контролировать в своей жизни, и он за всё отвечает. Прекрасная возможность прийти и, ну, не то что отдаться, а сказать «Да этому процессу, я доверяю», потому что вы действительно можете нам доверять, мы работали два с половиной месяца для этого, и закрыть свои глаза и, ну, сказать «Да, вот то, что я слышу, то, что приходит информация, да». И как бы это как в детстве, ты идёшь за руку с мамой, ты держишься, и она тебя ведёт, и ты знаешь, что ты можешь прыгать, там, кувыркаться, и всё будет в порядке. И тут, опять же, это возможность снять с себя ответственность. я не решаю, и то, что происходит, я просто воспринимаю, просто воспринимаю. У нас есть ещё один звонок, примем его, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. У меня есть две истории. Одна связана с книгой, одна связана с портретом. Но я расскажу вам историю с портретом. Вот представьте себе рижскую квартиру в центре города, обычная рижская квартира. Семья довольно общительная. И в одной из комнат висят портреты. Фотографии, ну, большие фотографии, оформленные в виде портретов. Это родственники. Фотографии примерно 30-х годов. Но на самом видном месте висит портрет человека в форме Латвийской армии Первой республики. Представляете, этот портрет висел в комнате на самом видном месте до середины 60-х годов. И никто не боялся при этом, понимаете? Потом все портреты были сняты во время очередного ремонта. И уже больше их не повесили. Но самое интересное, что портреты сохранился до сих пор. И никто, самое главное, не боялся. Обычная вижская квартира. Спасибо. Спасибо большое. Вот еще одна версия, когда люди были настолько смелыми, что они позволяли как бы прошлому висеть у них здесь прямо в центре города, в квартире. Возвращаясь к вашему спектаклю, сколько длительно это представление, как долго оно длится? Час. Час. Час, да. Потому что, говоря с Карллиной, которая в Литве, она говорит, больше часа с закрытыми глазами и человеку становится трудно. И это, ну, ты каждый день это не делаешь, но ночью засыпаешь и все. Да, но час это достаточно для первого раза вообще. Могут ли люди прервать свое участие в этом спектакле? Может, могут, могут, да. Тогда надо поднять руку и мы подойдем, спросим, все ли в порядке, или они будут продолжать спектакль, смотреть глазами, или выйдут, или немножко посмотрят, опять закроют. Ну, да, лучше закрывать, конечно, потому что все это сделано, чтобы мы почувствовали. это другой мир, когда ты смотришь открытыми глазами, ты видишь, что делают актеры, как они делают, чем они, например, ветер делают, ветер делают, а чем делают, а они интересны. А, то есть, сильными словами, если закрыты глаза, то тогда остается какая-то тайна. Яна, таким образом, если вас никто не видит, то в какой-то степени радикально меняется вообще функция актера? Функция актера не меняется. Не меняется. Не меняется, меня просто не видно, но я не могу формально показывать, я мешаю чашку. Это так, когда закрытыми глазами, это так слышно, что это фальшь. Я должна, это так филигранно, и мы все, вся команда, если кто-то делает так, 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 и кто-то сделал так, плякш, и все. Понимаете, это сразу не поверить. опять же, этот жанр, он очень заботится о зрителе. Вот была четвертая стенка, мы сошли со сцены, и мы со зрителем, мы вместе, мы ради него, мы делаем все для него, чтобы ему было удобно и комфортно, и максимально донести эту историю. Мы как такая, ну, как канал больше, как трансляции. Я не навязываю, как я говорила, эмоцию. Я, видите, как я играю талантливо этого злого дядьку, я делаю, что на сцене часто можно там прохалтурить, там сделать лицо или чего-то, а тут действие, действие, и насколько, тем более, чтобы, понимаете, вот как филигранно прикоснуться, чтобы это было или ласково, или ласково, но... жёстко. Понимаете, насколько это филигранная работа для нас, как для актёров, и как приятно, если это это удаётся передать и без слов, почти без слов. Почти без слов, да. Может быть, если бы мы на мгновение вернулись к истории самой семьи, самые, как бы, яркие, может быть, тяжёлые последствия были, конечно, скажем, у отца, потому что я понял, что он не смог больше работать, по крайней мере, по своей профессии. Это, конечно же, были безумные болевые ощущения и, конечно же, эмоциональное давление. А что стало дальше с этой семьёй? Ну, они живут ещё теперь, но та женщина, которая нам рассказала эту историю, она только сейчас сказала, что она хочет эту историю рассказать, но не хочет, чтобы другие знали, что это произошло с ними. Потому что она об этом думает всё время. Не знаю, каждый день ли, но она воспоминает это время. И это прошлое её не отпускает? Не отпускает. Потом она хотела рассказать. Может быть, таким образом она могла бы избавиться. А какова судьба её родителей? Папа жив, про маму, я не знаю. Потому что заинтересовала эта история, да. Она сама не выразила желание участвовать в этом спектакле? Нет. Она только рассказала. Она хотела, чтобы никто не знал, что это с ними произошло. Просто хотела рассказать. А были и другие версии? Потому что мы, по-моему, не упомянули, к сожалению, самый главный момент, каким образом вы черпали архивный материал. То есть, я понял, что это было приглашение к участию уже в самой версии драматизации. То есть, вы, я понимаю, приглашали любого, скажем, жителя Латвии прислать свои воспоминания. Расскажите, может быть, об этом. Ну, я, конечно, это делала через интернет, как все делают теперь. Вы обратились в Фейсбуке? Да, я обратилась в Фейсбуке своим друзьям. Сначала хотела, просто чтобы, может, кто-то из друзей рассказал или знакомых. И они делились, 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 и люди мне присылали, присылали всякие истории. Там, один там прятал, другой там прятал, ничего с нами не было. Но вот эта история как-то меня узруная. Да, это интересная версия. Ну, она привлекла внимание, ну, тронула, может быть, да. Потому что это семья, все знают, что такое семья, мама, папа, кого-то терять. И воскресенное утро. Это история, которая может максимально большой круг публики обобщить и в каждом найти какой-то отклик. Даже если мы не говорим о книгах, а вообще, что происходило с людьми и как это кого-то терять. И поэтому, да. Это латышская семья. Латышская, да. Мне кажется, в этом смысле, правда, печальное основание для такого тезиса, но в какой-то степени у нас все-таки было общее прошлое, несмотря ни на какие идеологические конструкции в то время и сейчас. Потому что, в принципе, здесь же рядом, скажем, в разных квартирах одного дома русскоязычные могли прятать, допустим, того же Булгакова, собственно говоря, почему и не латышское население, или прятать самоучителей иврита, за которые тоже грозило уголовное наказание, или же, например, книгу псалмов. Но я еще хочу сказать, что эти люди не были никак не русские, которые приходили домой и искали книги, те были латыши, тоже, сотрудников БГБ. Таким образом, получается, что если посмотреть по сторонам, получится, что это все-таки общее трагическое прошлое. Да, это мы и транслируем, потому что мы используем как и русскую классику запрещенную, тоже Ахматову, и как, потому что это не рассказ про язык, на каком языке, а про сам факт действия, что происходило с народом, с ценностями. Но мы не делаем ничего жестокого во время спектакля. Нет, мы не показываем. Мы просто вам рассказали, Леяна рассказала вам полную историю, полный рассказ, но то, что уже происходило с отцом, мы это не экранизируем никак. Дальше мы идем, разговариваем про книг, которые, цитируем эти книги немножко. Большое спасибо. Я могу только пожелать успеха премьере. Еще раз напомню, 12 апреля в здании национальной библиотеки, нам укусалось, начало во сколько? В шесть. В шесть, да. Это важно тоже знать, потому что мы уже привыкли как бы к началу в семь вечера, в шесть вечера. Я вижу, что у нас есть еще звонки, но мы их сейчас, к сожалению, принять больше не можем. Я очень благодарю нашим радиослушателям, всем, без исключения. Она действительно стала важной, я думаю, может быть, кто-то из них станет вашим зрителем. Я благодарю именно всех за все версии. Я хотел бы подчеркнуть это, потому что важно, что это в полифоне прозвучало. На следующей неделе мы вновь вернемся к теме книги. Мы расскажем о новом сборнике поэзии Елены Глазовой. Алчность в студии будет Алексей Мурашко, дизайнер этого сборника. Сама же Елена присоединится к нам в формате записи и прочтет несколько своих новых текстов. Большое спасибо нашим сегодняшним гостям. Большое спасибо вам. Лена и Яна. И я желаю вам всяческих успехов на премьере и пусть это будет спектакль «Долгожитель». Большое спасибо. До свидания.